военный информационный канал до до 79 представляет над недобитыми остатками сепаратистской шайки в карабахе сгущаются тучи затянувшаяся игра преступного сообщества в независимость подходит к логическому концу в зоне временной ответственности российских миротворцев будет окончательно наведем порядок и сделает это азербайджанское государство без какой-либо поддержки извне ближайшее время лидер армянских сепаратистов араик арутюнян будет задержан и привлечен к следствию с таким заявлением выступила генеральная прокуратура азербайджана в отношении арутюняна возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям уголовного кодекса азербайджана глава сепаратистской банды обвиняется в тяжелейших преступлениях в том числе в умышленном убийстве организации преступного сообщества и терроризме по данным следствия арутюнян причастен к четырем терактам против мирных жителей азербайджанского города генджа в ходе второй карабахской войны то есть персонаж называющий себя президентом карабаха на деле является отъявленным террористом и военным преступником которому грозит пожизненное заключение в кратчайшие сроки задержанием арутюняна займется следственно оперативная группа и он будет доставлен в баку глава сепаратистов предстанет перед судом и ответит за содеянное по полной программе по идее араик арутюнян должен был спешно ретироваться с территории азербайджана еще осенью 2020 года наверняка это входило в его планы в короткий промежуток между освобождением шуши и подписанием трехстороннего заявления по карабаху однако шанс был упущен и арутюнян был вынужден забиться в бункер где-то в ханкенды все это время он являлся в крайне жалкое зрелище пытаясь оправдать себя и своего незадачливого подельника из еревана за оглушительный разгром на фронте после прибытия российских миротворцев в регион арутюнян внезапно преобразился запотевшие от страха очки приняли игривый довоенный вид главарь сепаратистов разъезжает по зоне временной ответственности российских военных корче из себя полномочное лицо по имеющимся данным ораик арутюнян периодически встречается с представителями миротворческого контингента россии согласно информации на этих встречах обсуждаются так называемые предстоящие планы в частности касающиеся прокладки дорог восстановление инфраструктуры и тому подобного симптоматично что параллельно с этим арутюнян регулярно контактирует с армянскими боевиками озвучивая в их присутствии лозунги неприкрыто реваншистского характера главарь сепаратистов не скрывает что главная задача армянских бандформирований это повторная оккупация освобожденных территорий азербайджана видимо арутюнян полагает что получил в лице российских миротворцев некий щит безопасности за которым можно беспрепятственно продолжать попытки сорвать постконфликтный мирный процесс между тем все телодвижения предводителя сепаратистской шайки внимательно отслеживаются соответствующими органами азербайджана и заявление генпрокуратуры следует что час пробил и затеянный арутюняном и его подельниками шабаш будет свернут в самое ближайшее время уголовное дело против армянского террориста открыто со всеми вытекающими из него последствиями поэтому контакты миротворцев с араиком арутюняном не только мягко говоря непонятны но и не продуктивные как минимум по той причине что арутюнян совсем скоро не будет иметь практической возможности реализовать те самые предстоящие планы щит безопасности существует лишь воспаленном воображении сепаратистов это не более чем иллюзия которая будет разрушена максимально бескомпромиссным образом что касается армян проживающих в карабахе то им рекомендуется поскорее забыть об арутюняне и иметь в виду что пособничество преступникам чревато как минимум депортацией попытки продолжить игру в государство в государстве до добра не доведут они будут пресекаться на корню и никакие виртуальные щиты безопасности не смогут этому воспрепятствовать азербайджан взялся за дело основательное и анонсированное задержание арутюняна отнюдь не единственный тому пример накануне подразделения азербайджанской армии успешно пресекли действия незаконных армянских бандформирований зоне временной ответственности миротворцев под видом сельскохозяйственных работ сепаратисты затеяли на одном из участков строительство фортификационных сооружений благодаря своевременно принятым мерам эти планы были сорваны продолжение подобных попыток неизбежно привезет контртеррористической операции у сепаратистов все еще есть время на то чтобы добровольно сложить оружие не стоит тратить его на заведомо провальные авантюры пишите в комментариях что вы об этом думаете спасибо за просмотр не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео